Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников, какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, что же нам добавили на ранчо Старщайна, какие блистательные комплекты завезли на Форт Пинта, что добавили разработчики, а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Я не знаю, что случилось, то ли это ССО сломалась, то ли моя мышка, но не помню, чтобы у меня такое было. Когда я нажимаю и держу правой кнопкой мыши, чтобы у меня камера не двигалась, у меня почему-то камера автоматически опускается в самый низ. То есть вы можете видеть, что я поднимаю на самый верх, нажимаю и просто держу, даже не двигая правой кнопкой мыши, все равно камера сама опускается вниз. И это происходит даже в движении, поэтому я не знаю, я дома еще проверю потом, с чем это связано. А тем временем мы посмотрим, что нам добавили в этом обновлении на Ранчо Старщайна. Именно в загончик, вот в этом шикарном загоне у нас теперь есть доска со схемами, три схемы. И каждая из этих схем подходит для вестерна или же рабочей вывески. Очень даже подходит. Вариантов, как их использовать, можете найти уже сами, очень интересные. Даже вот двойные такие вот и есть. Очень хорошо, что наконец-то они добавили в этот загон какой-нибудь доактив. По сравнению с тем, что здесь уже несколько лет, по-моему, ничего нету, кроме базовых скачек в одиночестве и с противником, здесь больше ничего и не было. Вторая схема у нас более такая уже интересная. Здесь и колокольчик, и препятствия, и заборчики, и шины, висящие на бревне. И даже вот такой вот у нас тоже есть. В общем, очень интересно. Всякие штучки. Даже не представляю, как в будущем здесь будут проходить разные тренировки и соревнования. Ну и третья схема, вариант С. У нас вот такая вот, больше на управление. Здесь и углы, и жерди, и квадраты, и повороты, и чего здесь только нету. Так что, если вы любитель походить по жердям, то теперь вас будет ждать безумно с распростертыми объятиями ранчо Старщайна. Вот такие вот три схемы сюда добавили. Ну а теперь давайте перейдем к следующей части этого обновления. В магазин при дискотеке Форт Пинта завезли три новых комплекта. Желтый, зеленый и розовый. Под названием зажигательный золотой комплект. Вязанный комплект новый. И розовый комплект Минервы. Вот такие вот. Зажигательный золотой сет от Ханы, самый первый. Оттенки мне кажутся странноватыми. Они мне в очередной раз не нравятся. Сет состоит из топиков. Украшений. Причем, я так понимаю, украшения общие. Это очки, сережки разных видов. И у нас есть сандали. Тапочки сандали. И балетки. Вы можете покупать разные части и комбинировать эти костюмы, к чему нас и призывают разработчики. Золотые брюки у нас именно с пайетками. А зеленые и розовые просто широкие брюки однотонного цвета. Больше в этом магазине ничего к нам не завезли. Также данные комплекты продаются в глобальном магазине. И именно здесь, после предыдущего обновления, буквально через день или два, нам все-таки завезли новые комплекты амуниции вестернского стиля, которые продаются в глобальном магазине. И на ранчо старщайна. Всего таких комплектов два. И вместе с ними завезли еще и одежду. Она находится чуть ниже новых комплектов. Вот такие вот два очень приятных сета. Мне они понравились. Я, правда, никакой еще из них не покупала. Но смотрятся очень даже миленько, очень даже достойненько. А вот из первого сета шортики и мачка мне напоминают чисто сельскую дачную пижамку. У меня, к примеру, была очень похожая. Разработчики сообщили нам о том, что они обновили звуки лошадей. Но мы уже в курсе как целую неделю. Потому что как будто бы это все вышло на неделю раньше, чем должно было выйти изначально. И разработчики только в этом обновлении этой недели нам рассказали о том, что они обновили звуки, фырканье лошадей, звуки на разных аллюрах. И что они будут продолжать совершенствоваться в этом направлении. То бишь, возможно, нас в будущем ждет еще больше различий между поняхами, лошадками, крупными тяжиками. Это было бы очень интересно, на самом деле, послушать. Но надеемся, что хуже они не сделают. На следующей неделе новый враг из темных наездников снова вернется к нам с сюжетными заданиями. Так что готовьтесь, в июле сюжетка продолжается. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Как же меня напрягает это вот падение камеры на зажатие правой кнопкой мыши. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!